МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Стартового периода обеспечила себе комфортное преимущество в счете. На третьей минуте Андрей Михнов вынудил голкипера хозяев первый раз извлекать шайбу из сетки ворот. Спустя две минуты Всеволод Кашкар повторил успех товарища по команде. Завершил голевую программу первого периода Константин Захаров. Менчанам удалась быстрая контратака. Во втором периоде гости и в четвертый раз огорчили Глеба Агеева. Результативный бросок на счету Евгения Скачкова. Не суждено было остаться сухим в этом матче голкиперу Юности Дмитрию Мельчакову на 46-й минуте. Играя в меньшинстве, Столевары воспользовались ошибкой соперника в своей зоне и организовали быстрый отрыв, который точным броском завершил Роман Шуба. Итог 4-1 в пользу столичной команды. Юность не покидает Гомельскую область. Завтра дружине Михаила Захарова предстоит поединок в Гомеле против Рысей. И еще о хоккее. Сегодня на льду малой площадки столичной Чижовка-арены стартует финальный турнир «Золотая шайба» на призы президента Беларуси в старшей возрастной группе. За победу поспорят 8 команд. Они разделены на две подгруппы. Честь Гомельской области будет отстаивать жлобинская дружина «Днепр», победившая в конце 2017 года на региональном этапе. Первую игру жлобинские хоккеисты проведут 4 января против команды «Мираж» из «Горок». Игры в подгруппах завершатся 6 января. Финал состоится седьмого в преддверии решающего поединка 14-го рождественского турнира любителей хоккея на призы президента Беларуси. И переходим к футболу. 15 января Гомель начнет подготовку к новому сезону. Первая тренировка зелено-белых состоится на стадионе с Дюшор-8. Напомню, что недавно пришли кадровые новости из стана команды в связи с окончанием срока действия контракта. Защитник Сергей Концевой покинул Гомель. А вот нападающий Алексей Теслюк продлил контракт с зелено-белыми на один год. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4».